Библия говорит Мы знаем, что то, что говорится с этого канала Изменяет реальные жизни Оно несет спасение Несет созидательную силу Божьего Слова Но, конечно же, когда служение расширяется Оно требует дополнительных ресурсов В том числе и финансовых ресурсов Поэтому, если у вас есть возможность Если Господь дал вам материальные ресурсы Используйте их для созидания Царства Божьего Для созидания Церкви и распространения Благой Вести И один из вариантов того, как это делать Это помочь в развитии служения Слова Благодать Извини, Коля, я тебя перебил А, нет, все замечательно Алексей пишет нам из России Молодой человек, который ищет и думает о браке Но есть такая проблема Он пишет, я протестант Посещаю собрание Баптийской Церкви К сожалению, не часто Так как езжу в церковь, в другой город У нас в городе церкви нет Мне 40 лет Хочется семью Но никого из сестер верующих не могу найти в жены Сложно в церквях в этом плане Могу ли я жениться на православной девушке? Будет ли благословение? Хороший вопрос И ответ на него очень прост Священное Писание очень ясно говорит о том Что жениться или выходить замуж Можно только в Господь То есть, когда мы говорим о том Что какой-то человек Конкретно ищет девушку С которой он соединит свою жизнь Создать свою семью Самый важный вопрос Заключается не в динаминации Которой принадлежит эта душа А в том Спасена ли она Христом Знает ли она Евангелие Иисуса Христа Исповедует ли она Евангелие Которое реально родило ее свыше Признает ли она Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем Является ли Священное Писание Для нее авторитетом Словом Божьим На основании которого Она будет строить жизнь Вот это главный вопрос К великому сожалению Люди, которые не только из одной динаминации А которые ходят даже в одну поместную церковь Часто обнаруживают то Что человек формально принадлежит к церкви Но не живет Евангелием Иисуса Христа Оно для него не стало действительно спасающей силой И в результате люди поженились Они создают семью Но она строится совершенно на двух разных основаниях У него на одном, у нее на другом И рано или поздно царство разделившееся само в себе разрушится Так Иисус Христос говорит Теперь, когда мы говорим Допустим, эта девушка в действительности рожденная свыше христианка Хотя, скажем так, в православии Слишком много всяких языческих наслоений Которые заставляют нас быть в десять раз более осторожными Когда возникает подобный вопрос Почему? Потому что официальное исповедание этой церкви Содержит множество небиблейских авторитетов Небиблейских вещей И для того, чтобы там сохранить Евангелие Там нужно очень много отвергнуть И в действительности суть усвоить и понять Но теперь, даже представим себе так Что человек нашел девушку Которая в действительности христианка Знает Евангелие, живет им Но она в другой деноминации И здесь сразу же возникает целый ряд других проблем И эти проблемы не менее серьезны Дело в том, что когда мы говорим о том Что люди строят свою жизнь на каком-то основании Кроме основания есть еще практическое выражение веры И когда мы говорим о том, что человек Который строит свое написание и только писание То тогда он будет решать Или его выражение, его вера будет в одной форме А у нее будет в другой форме Один из самых первых вопросов Который приходит мне на память в этой ситуации Связан с крещением детей Или с крещением вообще Мы знаем, что евангелисты Или церкви, стоящие на священном писании Как единственном авторитете В большинстве своем Они принимают крещение по вере Православные же считают Что крещение это таинство Которое имеет какой-то мистический смысл Который крайне нужен ребенку Который делает его христианином Без его сознания Это абсолютно необоснованная На священном писании Доктрина или учение Таким образом, смотри Если ты веришь в то, что ребенок Должен прийти самостоятельно к вере И потом принять крещение А твоя жена придерживается Другой точки зрения У вас родился ребенок Что вы будете делать? Конфликтовать Вы придете к тому, что вы будете Или считать свои убеждения незначительными Неважными И таким образом ты будешь посылать Своему ребенку сигнал Что ты верь, во что хочешь Роживи Как удобно Или же ты будешь скандалить Ты будешь У вас будет несогласие Будут конфликты То есть Здесь кроме того, что И муж, и жена Должны быть Рождены свыше И принимать Евангелие И жить Христом Кроме этого Играют значительную роль И практические формы Выражения нашей веры И поэтому Чем ближе люди будут Доктринально И И в Практической форме Выражения Своей 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 христианской веры Тем легче решаются Эти вопросы Что же делать Этому человеку? Написано Хорошая жена От Господа Так Писание говорит Когда мы говорим о том Что вот нет Там Трудно Трудно всем Трудно любому человеку Начни об этом молиться Попроси других людей Чтобы об этом молились Господь пошлет Самое главное Что ты Подходи с его подходом И ожидая от него результатом Прося его о том Чтобы он подействовал Ну нужно ездить ему Наверное на конференции Когда там Молодежи собираются Да Немножко тратить денег На это все Да Конечно Время Время Средства Да Очень правильно Спасибо Алексей Алексеевич Драгоценное Огромное вам Благодарность За этот замечательный вопрос И поделитесь им У себя на страничках Распространите Может быть кто-то еще В поисках Чтобы понимали Как правильно искать И поступать в данной ситуации На сегодня все Храни вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому